Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих парфюмерных повторах, об ароматах, которые я повторила. И знаете, когда я собирала эти ароматы, доставала из своего шкафа, я поняла, что некоторые из ароматов я повторила даже два раза, не один, а два. Для меня это большой показатель, потому что у меня на данный момент 133 аромата, плюс какие-то маленькие миниатюры, пробники. И, естественно, это показатель, но когда при таком количестве ты повторяешь те или иные ароматы, естественно, эти ароматы заслуживают особенного внимания, на мой взгляд. Эту тему мне предложили мои подписчики в Инстаграм. Спасибо вам большое, это очень круто. Кристина, спасибо, я знаю, что ты будешь смотреть, наверное. Привет тебе! Классная тема и с удовольствием вам рассказываю об этом. Давайте начнем. Первый аромат, мой повтор, это такой аромат, и у него было много фланкеров, вы сейчас поймете, это Шелемар. Вот на данный момент у меня осталось только два вот таких, две версии. Эду Шелемар и Шелемар Парфюм Инициал. До этого у меня был Суфель, до этого у меня был классический Шелемар, два флакона. То есть у меня было время просто Шелемарного какого-то, Шелемарного запоя, можно так сказать, да? Это было давно, это было еще в Москве, когда я первый раз открыла для себя Шелемар. Это было где-то лет восемь назад. И ну все, он меня просто покорил, он меня... Я боготворила этот аромат, я постоянно его носила в любое время года, потом начала знакомиться с фланкерами. Тоже они мне очень нравились, но, конечно, классический Шелемар был самым-самым любимым. И на данный момент, я думаю, тоже остается. Но по приезду в Австралию я поняла, что он немножечко тяжеловат для данного климата. В жару он реально может вас задушить, тяжелый, но тем не менее бесподобный. Я думаю, наверное, опять купить себе классический. Ну, не 100 мл, конечно, может быть, немножко маленькую версию, там 30 или 50. А на данный момент у меня вот остались две таких версии. И вот этот Шелемар идеален для жаркого климата. Здесь очень красивые, даже сочные, даже где-то свежие цитрусы. Ну и, конечно, ни с чем не сравненная Шелемаровская база. Она просто восхитительна. И парфюм Инициал уже снятый. Ну, у меня здесь совсем немножко осталось. Ношу его редко, но иногда одеваю с удовольствием, вспоминая время Шелемаров. Конечно, это классика уже. Конечно, это ни с чем не сравнимые эмоции. Следующий парфюмерный дом, который я... Разведение которого я повторяла и не раз. Какой-то аромат. Первый, значит, аромат у этого парфюмерного дома. Это парфюмерный дом Серж Лютанс. Это вторая моя бутылочка. Юнбуа Ванил Серж Лютанс. Первая появилась года 4 назад. Мне подарил ее муж на Новый год. Может быть, даже меньше, может, 3 года назад. Не помню. Новый год у нас в Австралии жара. Он декабрь. Здесь время наоборот лета. Тут, в общем, все наоборот. Поэтому для меня этот аромат летний, новогодний. В жарком климате он просто восхитительный. Я помню за 2 месяца просто его весь израсходовала с удовольствием. Он мне просто вскружил голову и сразу же заказала себе, купила новый. Люблю, ношу уже меньше, уже не с такой страстью. Скажем так, вот сейчас у меня чуть меньше половины. Не знаю, буду ли повторять снова. Но да, достойный. Достойный представитель моих дублей, скажем так. Следующий дубль. Жо-де-по. Жо-де-по это... Видите, у меня тут еще... Я даже ее не стала распечатывать. Ну, это один из, наверное, самый любимый аромат у Сержа Лютанса. Тем все-таки не Шерги, а вот этот. Ну, он для меня колдовской, он для меня уютный, он для меня аромат мое хюги. Знаете, ароматы хюги. Ну, все вот это вот атмосфера хюги, атмосфера уюта, атмосфера вот такого тепла и какого-то умиротворения. Неги. И вот для меня это Жо-де-по, это вот такая вот прям моя хюги в аромате. Очень его люблю. Вот уже показала еще одна новая коробочка. Шерги. Шерги бесподобные. И вот этот третий уже флакон. То есть, видите, уже не два раза повторила, а три. Вот, уже заканчивается. Я не представляю, если он у меня закончится. Ну, наверное, придется все-таки купить еще. Это для меня такой вот прям... Когда я его только покупала первый раз, мне он казался таким ярким, страстным, таким вот прям... Ну, есть в нем, да, все это. Сейчас он для меня тоже в каком-то смысле хюги. Немножко более уже одомашненный. В общем, я приручила, так скажем, этот аромат. Бесподобный. Бесподобный Шерги, бесподобный Серж Лютанс. Каждый аромат у меня просто вот в сердце. Люблю их. Следующие два аромата. Не два аромата, а один аромат. Вот здесь у меня уже на донышке. Это Ананда от Николев. На донышке, знаете, мне кажется, уже все надо его куда-то. Потому что он стоял у меня на свету, еще в старой квартире. И что-то там с ним случилось. И вот здесь вот прям только-только начата моя Анандочка. Очень люблю этот аромат. Я вообще люблю грушу в ароматах. И вот здесь она вот просто идеальна. Вообще очень латно скроеный аромат. Очень такой вот, ну вот прям выверенный по миллиграммов... Нет, ми-ми-ми-ми-миллилитров. Вот то есть не прибавить, не убавить. Очень вот прям какой-то такой приятный, округлый, без выпирающих углов. Бесподобный. Ну, люблю, люблю, очень люблю Ананду. Чего уж говорить. И давайте возьму теперь... Здесь у меня такая корзиночка. В ней еще ароматы, которые были у меня когда-то, и которые я повторила. А волею судеб ко мне попал опять вот этот аромат. Я вам уже его показывала. Сейчас я достану. Это Гуччи Энви. Это туалетная вода Гуччи Энви. Сейчас она уже крайне редкая. Крайне ее сложно достать. Если можно достать, то к каким-то вообще безумным деньгам. Мне подарила ее моя подруга Виктория. Привезла его из своей поездки домой в Грецию. Вот она привезла мне этот аромат. Это моя студенческая пора. Это мое, знаете, такое период взросления. Много вообще воспоминаний с ним связано. Классных таких. Классных. Вот такой. Я очень счастлива, что он у меня опять появился. Вика, спасибо тебе опять. Огромное. Ну, ты знаешь. Следующий аромат, который у меня появился вот прям буквально недавно. И был он у меня лет 10, наверное, 13 назад. Вот как вот он вышел, он у меня был. Это аромат от Майкл Корс. Называется Майкл. Это, по-моему, первый аромат от этого дизайна. И когда он у меня только был, я не смогла его носить вообще. Я помню, был журнал Эль. И там была вот такая вот, знаете, бумажка. Вы ее открываете. Там капелька аромата. Вы наносите. И вот он меня просто покорил. Вскружил мне голову. У меня муж как раз был тогда в командировке. Я ему написала, позвонила, чтобы он мне дьюти-фри купил вот этот Майкл Корс. Вот этот аромат. Он мне привез 100 миллилитров. И я помню, задыхалась. Вот, ну, реально, он показался мне таким убойным, таким ярким. Мне было даже, ну, как-то немножко неловко выходить с ним на работу. Его все замечали, все комментировали. Я не знаю, нравился он. Ну, все просто вот замечали, что вот Оля пришла. Сейчас же все иначе. Сейчас, мне кажется, это головокружительный аромат. По очень-очень доступный даже в цене. Белоцветочный, медовый. Ну, яркий, просто ярчайший. Если вы хотите аромат, который вот привлекает к себе внимание, заполняет собой все пространство, но не вызывающий, не какой-то вот прям чересчур, знаете, насыщенный. Он тоже, он гладкий, он округлый, он бархатистый, он такой тягучий. И все это вот белые цветы, ну, я обожаю, обожаю. И я даже вижу в нем немного сходства с Носоматой Наркотик Винос. Так что, если вы любите Носоматой Наркотик Винос, по какой-то причине вы не можете его достать, этот, мне кажется, в легком доступе и по очень приятной цене попробуйте. Вот, он у меня появился опять. Я его увидела, вспомнила и думаю, надо взять. Классно. Стоило вообще какие-то копейки уже сейчас. Ботега Винета классическая мой дубль. Это 100 миллилитров. Нет, 75 миллилитров у них не бывает. 75 миллилитров, а может бывает, ну, не знаю, у меня 75 миллилитров и до этого была 75 миллилитров. Обожаю. Первую, я помню, тоже мне подарили. Я ее израсходовала буквально за месяц. То есть, он обалденный, он просто нереальный. Я знаю, что многие, кто меня смотрит, уже даже себе приобрели с моих рассказов этот аромат и благодарили меня потом. Я очень-очень рада, ну, что вот для кого-то действительно я открыла этот аромат, потому что он необыкновенный. Он и не нишевый, он и не люксовый. Он вот где-то отдельно стоящий, обалденно сделанный, в меру классический, элегантный. Такой, знаете, породистый, статусный аромат. Яркий при этом, невозможно шлейфовый, запоминающийся. Никто вас вообще не пропустит. То есть, когда я в этом аромате, я постоянно, ну, как бы, ну, не постоянно, там за мной бегут по улице и кричат, что у вас за аромат. Нет, но, да, спрашивают, и сама я очень часто угадываю этот аромат на девушках. Это очень приятно. Боттега Винета классическая, это вот вторая бутылочка на исходе. Редко сейчас я его стала носить почему-то, ну, надо, надо опять его уже. Ну, и купить новую. Очень я ее люблю. Следующий аромат, мой дубль, дюночка. Дюна Кристиан Диор. Это вообще для меня аромат такой вот, наверное, один из первых, ну, еще я про один расскажу потом, из первых, вот, с которыми у меня случилась такая любовь именно к парфюмерии. У моей мамы был набор, такой красивый, знаете, в желтом красивом таком коробке, прям так, как шкатулка даже, это подарочный набор Диор. Там была туалетная вода, крем для тела и гель для душа. Все по 100 миллилитров, представляете? Я, помню, открывала вот эту шкатулку, она вот так вот открывалась, так красиво. Внутри был бархат, зеркальца не было, вот, классная шкатулка такая была. И вот лежали три вот этих аромата. Я помню, я мылась этим гелем для душа, намоюсь, кремом намажусь, еще надушусь. Я вообще не могу даже представить, как от меня потом разительно пахло, потому что аромат очень терпкий, такой прям насыщенный, густой. Но мне нравилось, мне безумно он нравился и сейчас тоже. Очень нравится, очень. Вот знаете, для меня Дюна это такая, ну, какая-то классика вечная, причем классика. Сколько вот он у меня был, сколько лет назад, и сейчас опять я не перестаю восхищаться им. Аромат такой горячий, аромат такой, какой-то степной. Ну, обалденный, обалденный аромат, все, наверное, знаете, да, Дюну. Вот Дюна для меня это, да, такой фидбэк. Назад, назад в прошлое. И еще один аромат тоже, с которым у меня началась моя такая любовь к парфюмерии, это был Kinzo Jungle. Сейчас я его опять повторила, но у меня его увезла мама, ну, я как бы, ну, конечно, забирай. А у нас с ней был этот аромат, у мамы точнее был, но я им пользовалась. И вот этот Kinzo Jungle, я помню, ну, все меня по этому аромату узнавали, то есть у нас, у меня вся одежда им пахла. Я помню, мы еще с мамой все на двоих носили, я брала ее там какие-то пиджаки, свитера, и вот вся наша одежда пахла вот Kinzo Jungle. Ну, он невероятный. Он невероятный, он яркий, до сих пор он головокружительно красив, специевый, такой немножко молочный, очень шлейфовый аромат, совсем чуть-чуть его на душу, окружающий, чтобы вы не задохнули, самое главное. Да, я его повторила недавно в 100 миллилитрах, ну, не недавно, сколько, два года назад, где-то летом я его себе заказала. Как раз у меня была мама, мы с ней опять пользовались, пользовались, и она его увезла с собой на здоровье. Вот такой аромат тоже у меня был в дублях. Следующий. Так, здесь я все показала. Следующие ароматы, я быстро их покажу просто, я, наверное, отдельно, у меня уже был на них обзор, но сделаю, наверное, еще раз. Это марка «Парфюмерный дом Gross Smith», «Гроссмисс дом» английский. У меня тут «Пхулнана» и «Хасунохана». Вот такие красивые очень флаконы. Видите? Это все хрустальные флаконы и ароматы, ну, это старая школа, это классика, это такие, ну, не бабушкины, не бабушкины ни в коем случае, а не ретро. Если вы не любите ретро, вам, скорее всего, они не понравятся, потому что там такая история, я не знаю, я делала обзор на эти ароматы, но, если не видели, посмотрите, пожалуйста. Там история такая, как в кино, как эти ароматы возрождались, как этот дом возрождался потомками вообще уже. И вот мне тоже подарили такой набор. Вот эти ароматы два у меня заканчиваются, и вот мои дубли. Вот три аромата. Здесь уже меньше миллилитров, но тем не менее. Вот так они выглядят. У меня до этого было еще два флакона по 30 миллилитров чистого парфюма. Вот, представляете, такая же вот бутылочка, но она вообще такая маленькая-маленькая. Даже не 30 миллилитров, там было 10, наверное. Такая маленькая-маленькая бутылочка. И вот вы его, когда наносите, даже кожу щипет. Вот до такой степени он такой насыщенный и яркий. Так, потом... Ну, хотите, если обзор на Гроссмитс, опять я сделаю. Ну, посмотрите предыдущий. Дальше я покажу вам аромат Шанель номер 5. Я не знаю, дубли это, не дубли. Вот все мои варианты в премьер, в чистом парфюме. И вот этот у меня Eau de Parfum. Eau de Parfum у меня уже вот столько, закончится, куплю опять. Обожаю. Обожаю Шанель номер 5. Это будет мои, как бы, повторы. Ну, это 100%. 100% они будут всегда у меня. Это одна из моих самых любимых... Один из моих самых любимых ароматов у Шанель. Прямо точно. И еще один обязательный к повтору аромат это Carnaval. Carnaval. У меня еще старенький флакон. Сейчас вот эти вот крышечки, они такие блестящие. Это еще такая матовая крышка. Ну, здесь уже у меня прям... Ну, прям вот столько. Очень мало. Закончу, куплю. Обязательно повторю, потому что Carnaval для меня это вот такое тоже мое какое-то олицетворение, наверное. Очень я люблю его. Все. Все. На этом все мои парфюмерные дубли. Больше вот... Ну, я так вот вспоминаю, больше у меня дублей не было. В идеале я бы хотела себе приобрести... Знаете, какой аромат? Он у меня был, когда мне было лет 16, наверное. Да, 16. А Анжелика Варун. Анжелика Варун тогда выпустила свой аромат. Такой, ну, такой странный. Ну, такой некрасивый особо бутылочки. Ну, такая, обычно. Вот такая вот, как силуэт такая бутылочка. Изогнутая. Розовая. И на ней такая розовая шапочка была. Такая вот какая-то. Ну, такая неказистая бутылка. Ну, нормальное стекло там все. Ну, сам аромат, я вот прям помню, мне он так нравился. И я вот сейчас вспоминаю, он был какой-то, по-моему, мускусно-бело-цветочный. Ну, или цветочный. Ну, вот что-то там такое тирковатое было. Такой немножко водянистый, акватический. Ну, вот вспоминаю, вот прям очень я бы хотела бы его повторить, но я смотрела, нигде не видела. Нигде не видела. Ну, вижу, конечно, наверное, закажу. Ну, вряд ли сейчас его где-то найдешь. Вот такой аромат. Напишите, если кто-то помнит. Анжелика Варум. По-моему, так он и назывался. Анжелика Варум. Я помню. Запомнила его, видите, надолго, на всю жизнь. Ну, на этом действительно все. Заканчиваем. С вами была Аленка Блок. Спасибо еще раз, Кристина, тебе за такую хорошую тему для видео. И пишите, какие у вас были парфюмерные дубли. Мне всегда очень интересно вас читать. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok